Импортозамещение для нас очень важно с точки зрения развития, развития для Беларуси. Если мы пойдем вместе с Россией на это импортозамещение, то мы получим более высокие компетенции. И с учетом востребованности этого товара, особенно на нашем российском рынке, возьмите полупроводники. Мы с Путиным договорились, сколько бы это ни стоило, мы должны их производить. Может быть чуть-чуть уровнем ниже, чем в Америке или в Японии, Корее, но самолеты будут летать, ракеты будут летать, автомобили будут передвигаться. Мы имеем эти компетенции. Вот сели правительства, собрали в кучу то, что у нас осталось, и давайте будем работать в этом направлении. Поэтому выйдем мы из этих санкций и получим от этого солидный эффект. Не увели бы западники, американцы против нас эти санкции? Ну, прежде всего, вы нефть-газ обменивали бы на продукцию реального сектора экономика Германии или США. А так мы будем делать это все сами. Но когда-то мы не отставали ни от Америки, ни от других стран. Мы обеспечивали себя по всем направлениям. Поэтому справимся мы с этими санкциями по импортозамещению. Будем серьезнейшим образом в течение ближайших дней обсуждать эту проблему с президентом Путиным. Правительства имеют поручения уже. И мы хотим посмотреть, как правительство выполнили наше поручение. Потому что так бывает, что поручаем-поручаем. Правильно поручаем и говорим. А результата нет. Поэтому мы договорились с Владимиром Владимировичем, что мы прежде всего сядем и посмотрим. Программа есть, как она реализовывается. Она для нас и, прежде всего, для России сегодня является важнейшей. Вы знаете, что Беларусь является машиностроительной страной. Заслуга наша в том, что мы ничего не разрушили. Вот что было в советские времена, мы сохранили и значительно добавили. Падение было серьезное. Яма, мы быстро поднялись и развивали свою промышленность. Это, прежде всего, машиностроение. Мазы, Белазы, автобусы и прочее. И достаточно высокого уровня, которые конкурировали еще с немецкими этими КАМАЗами и так далее на российском рынке. Не очень просто была работа тогда на российском рынке. Вы это неплохо знаете по разным причинам. Сегодня эти проблемы сняты. Общий рынок, пожалуйста, давайте будем двигаться, развиваться. И определенная поддержка есть со стороны Российской Федерации. Металлургия, радиоэлектроника, станкостроение на достаточно приличном уровне. Поэтому есть что предложить высокотехнологичным отраслям Российской Федерации. Вы знаете, что недавно мы с президентом были на Дальнем Востоке. Самое, наверное, высокотехнологичное ваше предприятие – это космодром Восточный, который создается. Оказывается, мы там востребованы и очень серьезно востребованы. У нас очень развита космическая отрасль в плане спутников и так далее. Поэтому и в этом плане мы можем что-то предложить. Россияне научили нас атомной энергетике. Теперь мы можем строить в любой точке атомные станции вместе с россиянами. Но самое важное еще одно направление, которое мы будем обсуждать с президентом России – это кооперация. Нам надо четко определиться. Но если мы, к примеру, можем производить комбайны хорошие, то нам надо объединяться с Россельмашем и не конкурировать друг с другом, а конкурировать с зарубежными образцами, не повторить опыт прошлого. А если мы эти компетенции имеем, значит, надо делать упор на них. И таким образом экономики увязывать. Тогда мы не будем кричать, что нам надо срочно единую валюту вводить, срочно единый парламент. Как будто, слушайте, это главное уже. У нас есть парламентское собрание. Ну так давайте задействуем это. У нас есть общее правительство. Давайте его раскрутим. У нас есть высший орган власти, коллективный. Давайте их задействуем. Выдохлись. Будем думать, что создавать взамен. Нет, вот надо обязательно, чтобы взбаламутить народ и там, и здесь, что мы тут уже вот теряет кто-то независимость, кто-то кого-то поглощает. Есть уже такие пошли тенденции, как будто нам нечем сегодня заниматься. Но сотрудничаем же два независимых государства, сотрудничаем. И притом по всем направлениям даже все не расскажешь публично. Поэтому кооперация, создание совместных производств – одно из важнейших направлений, в том числе и в части импортозамещения. Продолжение следует...